Привет всем, с вами я Вика. Мы едем в Санта-Барбару. По дороге немножко покажу, как дорога. Мы едем по... Мы поехали по 405-му хайвею, она у нас повела этот GPS, и в Колобасо, через Колобасо. Я думаю, что мы так едем, я не поняла. Я хочу вдоль океана. Ну, здесь я впервые, например. Мы свернули, мы просто взяли и свернули. Я не жалею, потому что я вот такой красоты, я обожаю вот такое смотреть, такие горы. Я здесь никогда не была в этой части. Вот, и сейчас вот с вами посмотрим. Такие большие горы уже здесь. Мы обычно ехали вдоль океана по 101-му хайвею, и как-то оно повела нас... Просто мы из Санта-Аны ехали, там немножко... Короче, мы всегда ехали с другого города, с Фантенвалы, вот, из Ханьтун-Бич. И как-то он по-другому нас вел, наш этот повел сюда, туда. Это та площадка была, можно, ну, обзорная как бы, туда заехать, и вот обзор. Красиво здесь. В этой стороне трафика вообще нету, а мы застряли в трафике в Лос-Анджелесе. Там одна часть есть такая, когда доезжаешь до Гетти-музея. Вот, после него уже хорошо, обычно. Вот, а до него там, ну, пробка была. Ну, как пробка? Она не стояла, она двигалась, двигался трафик, ну, медленно. Вот, я уже немножко отвыкла от такого. Ну, как отвыкла? В Ирланду то же самое было, но вот в Калифорнии я уже, в Уронич-Кауне, я от такого отвыкла. За три недели, потом опять в трафик попали, да? Да, горы, конечно, сумасшедшие. Обалденно, красиво. Я пока отключаюсь, потому что батарейки приберегаю на Санта-Барбару. Вот, я их заряжала, но не все зарядила. Опять я какая-то машинную зарядку не могу найти. Я не знаю, где она. Как-то мы переезжали, где-то она подевалась. Вот, надо ее найти. Мы только что въехали в Малибу. А со стороны гор мы въехали. Говорю, я здесь впервые. Сейчас посмотрим, как здесь. Люди здесь живут. Но здесь только одна гейтинг-комьюнити есть. Я там, кстати, была. Вот. С самого моря. Океана. Что это такое? Какой-то отель, что ли? Нет, какая-то чёрт. Церковь. И то, наверное, церковь какая-то. Это большое что-то. Ага, университет. Пеппердайн университет. Это церковь, потому что там крест. Это большое что-то большое было. Травка подстрижена. У меня Малибу ассоциируется с трафиком. Помнишь, ты говорила, что надо говорить СПХ, а не ПСХ? А я была права, я говорила ПСХ. Пасификос хайвей. И ты сказала СПХ. Надо говорить ПСХ все-таки. Я правильно говорила. А СПХ это что-то полицейское, нет? Это 101, 101 хайвей. Или как его называть? 101 хайвей. Ну его ещё 101 называют. Ну где-то, наверное... 101 из Инбекса. Где? В Тентуру. А, окей. Первый хайвей он тянется от Сан-Диего, Мексики и до Канады. Через Сан-Франциско туда. И вы, если поедете вдоль... Давайте я сюда на домике пофигу немножко. Если вы поедете вдоль... Ну вот, по этой дороге, вы себе вдоль океана едете. Все прелести, все красоты этой части Калифорнии. Ну, на берегу посмотрите. Океан уже видно. Красотень. Сейчас будет одно место, о котором я хочу вам рассказать. Я о нём рассказывала, но я хочу его показать. Потому что я его сейчас буду ловить. Здесь на сёрфинг ездят. Здесь бесплатная парковка вдоль дороги. Там, где можно парковаться. Вот, и там выходные, в них найдёшь паркинг. Но есть платные парковки. И хорошие пляжи здесь. И здесь такие бухточки. Видите, вот это такая бухточка. Здесь теплее вода немножко. Вот, она как бы, ну, как бы заливчик. Непонятно. Малибу. Да, у меня воспоминания про... Понимаете, ты чё, сколько мы здесь ездили. Сейчас будут эти домики, бичхаусы. Но они, конечно, дорогущие. Но... И вот здесь можно парковаться. Видите, машины стоят. Вот это. Там, где они стоят, вот за той полосой, там можно парковаться. И сразу пар. Ого, 4.19 бензин. Ничего себе. Ну, у людей деньги есть. Им... Они не парятся. Поэтому счёт... Поэтому... Ну, на... За ценой. Из-за цены. Погода шикарная. 11.13 утра сейчас. И за бортом 73 градуса. Немножко... Ну, не жарко. Тепло, но не жарко. У нас было 85, а здесь, видите, уже немножко прохладнее. Где-то здесь есть гетти-вилла, на которую мы с вами пойдём. Как... Ну, я бы уже пошла, но... Сейчас не получается. Я очень-очень люблю туда ходить. Там такая атмосфера. Там, во-первых, очень интересно. Вот. И в гетти-музее тоже интересно. Там такие экспонаты шикарные. Просто шикарные. Ну, и вообще, сама атмосфера такая... Не передать. Очень клёво. Везде цветы. Красота. Вот ещё опять океан будем видеть. Сейчас. У меня есть в планах проехать вдоль океана вот так. Просто проехать до Вашингтона. И посмотреть, и поснимать, и посмотреть. Потому что мы были в Юсэмити. Это самая... Самая северная точка, где мы были в Калифорнии. В Юсэмити. Кингс Кэньон, там, Секвойя парк, Юсэмити. Ну, там мы были. А дальше мы не доезжали. В Сан-Франциско ни разу не было. Позор на мою голову. Вот. И надо будет. Поехать надо будет, да. А на Гетти-виллу, в Гетти-виллу, вы... Там так она спрятана, что там хрен ты сто грамм не разберешься. Вот. Мы его три или четыре раза проезжали, и никак не могли попасть туда. И я даже не помню, удастся ли мне с первого раза сейчас, после того, как я там уже была, попасть. Потому что там... Посмотрите, лицензия. Спасибо, Илон. Илон. Спасибо, Илон. Илон. Спасибо, Илон. Сейчас в моду вошли черные... Какие? Номера с желтыми буквами. И народ меняет себя. Я не знаю, сколько они стоят. Надо посмотреть ради интереса. Мы еще поездим по Малибу, но видите, здесь все гейтит комьюнити. Мы в такие дома не заедем, ну, посмотреть. Но где-то у них здесь какие-то кафешки, какие-то, может, кинотеатры, что-то, какие-то комьюнити. Ну, вещи должны быть. Туда надо, ну, есть возможность. Это надо все поискать. Боже, у меня, говорю, у меня список 700 с чем-то мест, где, чтобы посмотреть. Поэтому это подождет. Но надо будет поездить, посмотреть везде. Мне самой очень интересно. Я так соскучилась по Калифорнии. Вы даже себе не можете представить. Это как мой дом родной. У меня не было такой ностальгии по Европе, когда я в Америку попала, как по Калифорнии. Смотрите, какие дома красивые. Вот это Калифорния стайл. Это квартирные дома, наверное, не? Немножко трафик есть, но я его трафиком не назову. Это так, просто пару машин. А вот когда rush hours, ну, час пик, вот тогда бывает по два часа мы в трафике стояли здесь. Но здесь просто, видите, узкий хайвей, и дороги другой нет. Может, как-то огородами можно... Наверное, можно. Мы раз какими-то огородами ехали домой через какие-то фермы. Потому что был просто стоял трафик, нереальный трафик. И я так рада, что мы поехали, то есть, ну, в ту сторону, через какие-то фермы. Там так интересно. Мы еще, по-моему, какую-то тюрьму проезжали. Вот я не помню. Не буду врать. Может, мы тюрьму проезжали в другое время. Ну, где-то они в таких вот зачуханных, ну, каких-то богом забытых местах они обычно находятся. И какие-то фермы смотрели. Ну, так интересно. Я очень люблю оффроуд. Ну, как это? Просто съехать с дороги, главное, и где-то ездить так, туда-сюда. Вот, что вижу, то пою, да? Вот тогда видишь настоящее, такой, ну, как-то аутентик, реальное место. Знаете, не туристическое, обитое, избитое, вот, а такое настоящее. Вот я такое люблю. Чтобы найти покушать. И на наут. Где ты? Где? Не так. Ну, мы его сейчас найдем. Ничего, где-то он должен быть. Где он прячется? Ну, давай посмотрим. Сейчас я найду. Ой, общинс нам не надо. Слушай, посмотри, пока ты быстрее посмотришь. Три восемьдесят три здесь бензин. Представьте себе, вчера дочка полезла в интернет посмотреть, сколько бензин в Коско. Мы купили карточку Коско, мембершип, на год, там, по-моему, шестьдесят долларов. И мы у них заправляемся, потому что там бензин был по три ноль девять, три девятнадцать. Короче, очень дешево. И, ну, это дешевле, а там всегда дешевле, чем в любом другом месте, обычно. Может быть, где-то бывает очень дешево, но... Бэк? Семьдесят километров. Окей, просто... Не ваше дело. И это... И она полезла посмотреть, сколько стоит сейчас бензин в Коско. И ей выдал гугл, что... Сколько было? Два сорок девять? Бензин, так, Коско было. Гугл Микмонт, на кэта. Два тридцать девять. И, говорю, такого быть не может, что на доллар упали цены за день, на доллар. Это, ну... Ну, оно, конечно, может быть. Они были такие низкие когда-то, но чтобы за день так резко, они обычно идут вниз постепенно. Говорю, что-то нереально, потому что я вижу в городе, какие цены. Таких цен нет. Немножко пошло вниз цена, но не так. И мы поехали по... И я еще сестре звонила, говорю, слушай, у нас бензин у вас сколько? Она говорит, два семьдесят девять, или сколько, в Сан-Агустине. Я говорю, а здесь два тридцать девять. Вот бич, вот эта знаменитая часть знаменитого пляжа Малибова. Не видно это. Отсюда не видно. Да, нет, никого нет. Ну, там пару людей есть, да. И она, я говорю, у нас два тридцать девять, Коскова, говорит, не может быть. И говорю, вот так по лице, ну, и мы пошли вчера заправиться за бензином. И что вы думаете, бензин был по три девятнадцать. Я не знаю, зачем они это делают, чтобы заманивать людей. Ты там простоишь в очереди машиной, ну, там в очереди всегда, потому что там дешевый бензин. Вот. Ты простоишь, и ты все равно заплатишь эти три девятнадцати, чтобы поймешь, что это что-то ошибка какая-то. Или они, наверное, как-то заманивают. Не знаю. Вот такая вот история. Ну, когда-то был дешевый бензин, потом он вырос. Я помню, в Мельбурне доллар пятьдесят пять был. А сейчас два восемьдесят там с чем-то. Последний раз, когда мы были. Так, начинается мое место одно, о котором я хочу рассказать. Сейчас я его хочу словить. Еще нет, но сейчас будет. Я хочу ощутить те же ощущения, получить. Так. Там на горах домики. Как красиво. Такая моя Калифорния. Здесь можно на пляже. Есть места, не везде, но есть места, где можно на RV. Ну, эти рекреэйшнл-вейкл. На RV, как мини-автобусы для туристов. Вот там ночевать можно, кемпинг. На кемпинг. Народ ездит в Калифорнию так на RV. Очень много. Чего он так медленно едет? Что за дело? 4,19 бензин, да уж. Ну, туристам, хочешь не хочешь, приходится платить, если надо заправлять машину. Такой океан. Немножко на камеру не видно. Нам видно, потому что у нас голова выше камеры стоит. Камера висит ниже. А уровень глаз, он дольше. Я вижу немножко океан. Больше. Смотрите, трафика почти нет. Сегодня будний день, вторник. Вот. На такие мероприятия, ну, куда-то надо ездить будние дни. Потому что все едут по выходным. Летом здесь не так зелено, как зимой, потому что солнце сильно выгорает, трава выгорает, да. Вот. А зимой, ну, красиво. Да и летом тоже красиво. Много цветов. Вот. Здесь, конечно, нереальные цены на недвижимость. Но я, например, здесь не жила бы, потому что далеко от всего. Час до Санчелеса. Что здесь делать, кроме этого пляжа? Даже этого и на науто нету. 20 миль отсюда. Ну, здесь красиво. Здесь отдыхать, сюда вот такое. А вот жить... Я бы не жила. После Orange County, вот, очень тяжело найти хорошее место получше. Потому что там очень хорошо. Вот. И кто жил в Orange County, те поймут. Вот. Все остальное, ну, разве что Нью-Йорк, наверное, вот такого уровня. По комфорту, по интересности. Вот я, ну, Нью-Йорк совсем другой. Там, там совсем по-другому. Ну, может, еще, не знаю, некоторые места в Коннектикуте. Хотя я не уверена. Вот. Я думаю, что все-таки в Orange County намного интереснее, чем в Коннектикуте. Я имею в виду, что именно в том месте. Потому что от Коннектикута легко добираться до интересных мест. Вот. А в Калифорнии, в Orange County, они все кучкуются именно в Orange County. Или в Лос-Анджелесе. Короче, вот здесь. Не надо очень ездить. Можно, не выходя от кассы, в любую сторону чуть пройдешь, что-то увидишь. Я не поняла, мы что, уже проехали эту часть? Нет, еще нет, не должны. Дорога на Малибук. По-моему, мы проехали, и я проболтала. Проболтала с вами. Ё-моё. Сейчас проверим. Но не должна. Не, вроде нет. Видите, а трава выгоревшая такая. 73 за бортом по Фаренгейту. И ноль трафика, да? В Лос-Анджелесе трафик сильный. Ну, там на работу едет. Там же много работы. Вот. И там большой город. Понятно, что там трафик есть. В любом большом городе есть трафик. В любом. Даже в любой провинции, если это большой город. Вот мы Атланту проезжали. В Джорджи. Вот там какой трафик был. Ну, потому что там есть работа. Со всей Джорджи туда съезжаются. С окрестностей Атланты туда на работу. Поэтому и трафик. Это везде так. Это еще Малибу. Только что был какой-то... Ну, бляни с ней. Мы проезжали. Такие цветет все. Так шикарно. Просто душа поет. Знаете, я когда приехала во Флориду впервые. Мы поехали. Мы были в Чупитере. Останавливались. Там трафика не было вообще. Мы когда ехали из аэропорта, из Майами. У меня было видео. Жалко, я его удалила. В девять часов вечера было. Пятница. В девять часов вечера. Вроде все go out. Все едут куда-то отдыхать, развлекаться. На хайвее были мы одни. Не было машин вообще. Ну, темно было. Не было ни ламп, ничего. И пусто. И я потом никак не могла понять, почему мы не видели машин, если там столько народа, столько трафика. Почему мы этого не видели? Здесь пляж тоже был. Там не видно немножко. Где все машины в пятницу мы были, когда мы были? В сентябре, октябрь, по-моему. Вот. И потом, потом везде был трафик. Куда не поедь. Очень редко, когда не было. Вот едешь без машин, как сейчас, да? Очень-очень редко. Но когда мы были там туристами, тогда трафика не было. Но я, наверное, понимаю, почему. Потому что мы были там в будние дни. Вот. И в будние дни люди на работе. И по улицам так особо и не ехать. Я не знаю. Мы в будние дни в Орландо ездили. Тоже везде и постоянно трафик. Ладно. Не будем об этом. Наблюдаем за Малибу. Дорога на Санта-Барбару. Сейчас будет та часть, которую я жду. Но я точно помню, что она не в Малибу была. Потому что в Малибу домики. Сколько всего растет. Цветет. Смотрите, какой океан. Сурфиз. Да. Вот здесь я ехала. Когда я здесь ехала впервые, вот отсюда и чуть-чуть дальше. Я еду. Открыто было окно. У меня была моя первая машина. Форт Эксплорер. Я еду. Открыто окно. И чувствуется запах океана. Ветерок такой. И у меня дежавю. Говорю, я уже здесь. И дочке говорю, я уже здесь была. Я уже здесь. И я это все видела. Вот этот океан. Вот эту дорогу вдоль океана. Я говорю, я уже здесь была. И у меня... Я чуть... Я там... У меня слезы. Я чуть не разжавелась. У меня... У меня такие эмоции нахлынули. Просто волной, как это... Цунами, блин. Я говорю, я это все видела. У меня дежавю. А дежавю откуда? Я это визуализировала. Ну, как-то оно... У меня... Когда я визуализировала, я смотрела. Просто фотографий не было, видео. В то время видео не было. Фотки. Ну, фотки же делаются отдельно. Там, отдельно, сям. Фотку же не делают, как бы, панорамно вдоль океана. Да? А немножко там, немножко там, немножко там. Вот. И... И как-то, когда визуализировала, я видела вот именно, вот, как я еду вдоль дороги, и эту всю дорогу. Как-то мне это показалось в голове. Я не понимаю, как это происходит. Я не знаю, как это я могла тогда в своих визуализациях увидеть вот эту дорогу. Я ее в жизни не видела. Говорю, только по фото. Вот. И я ее как-то увидела. Вот. Она как-то мне показалась. Начинаешь думать, ты как бы улетаешь куда-то, да? Но я не знаю, как оно происходит. Я говорю, я вот на этой дороге ехала, я это видела. Я вот видела, как я еду по этой дороге. А я визуализировала, что я по ней еду. Я не знала, как она выглядит, эта дорога как-то. Я знала, что там океан и все. Я не знала, что там горы есть, какая там она узкая, широкая эта дорога. Как здесь? Просто знала, что вот океан, вот-вот, вот здесь, вот-вот. Вот эти вот такие бухточки. Вот я еду, и я это все вижу. И говорю, я это уже видела. И говорю, я в таком шоке была. У меня было два раза такое. Вот это был первый раз. Я говорю, я хотела поехать в Америку. Я хочу купить дрон здесь. Да, я, конечно, я. Да, мы хотим купить дрон и дроном снимать, научиться с дроном, как его, короче. И снимать с высоты, потому что так интересно. Мне очень хочется самой посмотреть, как оно сверху выглядит. И вот эта дорога вдоль океана, вот эта часть, после Малибу. И я вот говорю, я до сих пор не поняла, как оно получилось. Как я могла увидеть конкретно дорогу. Не просто какую-то дорогу, а конкретно дорогу. Потому что это было конкретно доживю. Я говорю, я это видела, я этот запах чувствовала. Вот этот ветерок чувствовала. И оно уже было в моей жизни. Но не во сне. А во сне тоже, как может присниться, что-то, что ты не видел. Какая-то дорога, конкретная дорога. И как-то, видите, начинаешь визуализировать, думать, думать. И как-то, может, как-то всемирная эта паукино-информационная, как-то взаимосвязанная. Я не знаю. Я не знаю. Хочу понять, но я не знаю. Вот. И она меня туда повела, и я это все увидела. Вот я не понимаю. Я не знаю, как было. Но это был такой шок. У меня такой шок был. А второй раз, когда была, когда мы сняли нашу квартиру, там ее построили, Фанта Вал. Ее построили, и мы заселились. И я иду, ну, владелец, там несколько владельцев. Один из владельцев мне показывает территорию. Вот у нас, говорит, бассейн, олимпийский размер. Олимпийский бассейн. Вот, и там такие, вот это тоже пляж, и там паркинг, и барбакюшницы есть? Нету? Не видела я, не видела. Должны быть. По-моему, есть. По-моему, есть гриль. Да, есть, есть, есть гриль. А это что? Это же кемпинг. Да, да, мы где-то были здесь на кемпинге. По-моему, даже где-то здесь, нет? Надо посмотреть. Я не помню. Мы были в Малибу, где-то на кемпинге. Вот, и он меня ведет вдоль этого пула, этого бассейна, как говорит, олимпийский бассейн вот у нас. Там заборчик такими железными прутьями, как бы, ну, типа из прутьев. И я смотрю, и у меня доживю. И говорю, я вот, вот, вот дорога, вот которую я видела. Мама моя дорогая. Вот эта дорога кусочек. Блин, вся косметика потечет, нахрен. Ой, что-то я расчувствовалась. Вот этот, вот этот отрезок, я его увидела, ё-моё. Прикиньте. Ух! Ужас, я, я, я извиняюсь, у меня-то чувство нахлынули как-то. Не, ну, это капец. О! Короче, дурдом. Вот, и с тем бассейном было то же самое. Говорю, я этот бассейн уже видела, но я его видела с гугла сателлит, ну, сателлит... Вернее, как, я его смотрела, когда там, ну, строили тут дом, где мы, квартиру, квартирный дом, где мы должны были жить. Вот, и я походу смотрела, какой там этот клуб, и я хотела там жить, вот, я хотела в том клубе жить, потому что там всякие бассейны есть, всякие спорт, там джимы, там тролевать. Вот, я хотела в нём жить, и я его рассматривала, я себе визуализировала, как я там хожу, как я этот бассейн, бассейн иду, там плавать, там тролевать. Реально я визуализировала, как я там хожу Что я там делаю И потом я там иду И у меня опять дежавю Я его видела Как я его реально видела Потому что в Google Map Тогда еще не было так развито, как сейчас Ты так с улицы Особо не посмотришь Street View Что-то видела Какие-то там 5 фоток видела И визуализировала И потом говорю, это как-то так реально Со временем начинаешь Глубже визуализировать И ты реально это все как-то видишь Как-то оно тебя туда переносит Мозгами, ну мыслями или как Я не знаю Я вот не понимаю Проживаешь несколько секунд в будущем Вот как-то так Оставляешь свой ДНК там в будущем И потом я говорю, я иду Вдоль того бассейна И вот как сейчас Вот я сейчас ехала У меня пробило Блин, у меня пробило У меня слезы тепли До сих пор никуда Блин Это ж надо Это ж надо Чтобы меня сейчас Я уже сколько раз по этой дороге ехала И уже тогда нормально ездила А сейчас меня так Ой Да Но это приятное волнение Это не то Ничего плохого Это наоборот Это хорошо просто Я не думала, что меня шабанет Вот И кто-то спрашивал Расскажите про визуализацию больше Я не знаю Конкретно спрашивайте, что интересно Потому что я не знаю, что сказать Еще Я уже и так много сказала Не знаю Я не знаю, что именно Хотите узнать Я так не очень Не специалист в этом Но вот видите Опыт у меня Визуализации Исполнившейся есть По крайней мере Два момента Поехала Попала в Америку В Калифорнию Южную Туда, где я Куда хотела И жила даже В том комплексе В котором я себе Визуализировала Что-то в этом есть Потому что так просто Ну не может быть Чтобы это Вот два раза такое было И чтобы Это просто совпадение Я вот не верю Вот не верю Ну конечно Мы прилагали усилия Мы там Играли в гринкарту Я играла И там учила язык И узнавала И визуализировала И что-то делалось Вот Искала даже себе Американцев Вот Но Быстрее Визу Это выиграла Гринкарту Чем кого-то нашла Не, ну нашла Это все очень Долго Видите Выиграешь Ты сразу Там через пару месяцев Ты уже в Америке Вот И уже с документами И лучше всего А на месте Уже очень просто Кого-то себе искать Если там надо Вот Мы еще в Санта-Монике Между прочим Ой Расчувствовалась я Не думала Что меня, говорю Так накроют Удивительно Там написано было Санта-Моника Что-то там такое Я не прочитала Только Санта-Монику Но там был только что Щит на пляже Стоялось Может это просто Да ладно Может это реклама Какая-то была Не знаю Может быть Уже сейчас Начинаем внутрь Сворачивать На Санта-Барбару Слушай, давай Санта-Барбару Поставим Потому что Виктория стрит Мы на Санта-Барбару Ездим на Виктория стрит Потому что легко запомню Там паркинг Бесплатно Там До двух часов Или до трех Где как До четырех часов До тридцати минут На какой улице как Но я помню Вот Виктория стрит Она такая большая И мне легко запомнить Моя улица Сама себя Вот И мы туда Потому что там Ну обычно Ну короче Она там где Шериф На какой машине Она едет Что за машина Это Тахо Правда? Только сняли Это Познавательное Название На Тахо Поможет Тахо Да Деньги есть Интересно Вот И там Виктория стрит От нее Легко прогуляться На ту улицу Где рестораны И походить По улочкам Там Эти Все домики Посмотреть Короче От нее Легко попасть В Эти Фермы Выращивать Какие-то Что выращивают? Не знаю Что выращивают Здесь Здесь Очень много Выращивают В Калифорнии Овощей Фруктов 57 По моему процент Всего Американского Продукта Ну Фруктов Овощей Вот такие На таких Дугах На них Накрывают На них Накидывают Пленку И Я себе Дома Делала Такие Маленькие Сама В Абахлориде Когда выращивала Ну там Не надо Там тепло Вот тоже Ферма Фермы Фермы Они уже здесь Начинаются Потом Посередине В середине Калифорнии Там почти Одни фермы 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 Сады Фермы Вот Это что Капуста Бруху 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 Это Артишок Я вот не знаю Я так думаю Я наверное Пока что Прекращу Потому что Тут уже В этой части Уже после Малибу Между Малибу И Санта-Барбарой Там ничего особо Интересного нет Вот такие вот Фермочки Вот А потом Продолжу Новое видео Буду делать В Санта-Барбаре Всем пока Всех люблю Целую Чао